Сотрудники департамента по четвычайным ситуациям совместно со стражами правопорядка продолжают проводить рейды по несанкционированным местам купания. На этот раз профилактические мероприятия прошли на побережье озера Пёстрое. В продолжении темы мой коллега. По статистике, подавляющее большинство случаев гибели людей на воде происходит именно на территории несанкционированных мест отдыха. Последний такой трагический случай произошел 8 июля на пляже реки Исиль, Золотые Пески. Не рассчитав свои возможности, взрослый мужчина заплыл на середину водоема и не смог доплыть обратно к берегу. К слову, утопленник находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам спасателей, 90% погибших на водоемах употребляли спиртные напитки. У нас в городе Петропавловск зарегистрировано только два случая. Это городской пляж и озеро Пёстрое. Остальные места являются несанкционированными для купания, так как на данных местах дно не обследовано спасателями. Также нет спасательной дежурной будки круглосуточной. Также в этих местах именно есть несанкционированное купание детей, что категорически запрещено. Детям находиться без родителей в несанкционированных местах запрещено. Это может привести к печальным последствиям. Отдых на пляже в алкогольном опьянении, купание в несанкционированных местах, оставление детей без присмотра на водоеме – все это может обернуться трагедией. Поэтому в период купального сезона спасатели совместно со стражами правопорядка ежедневно проводят профилактические мероприятия и раздают отдыхающим буклеты с рекомендациями. Мы отдыхали с друзьями на пляже в запрещенном месте. И к нам подошли сотрудники полиции, сказали, что лучше нежелательно здесь отдыхать, плохое место, небезопасное. Лучше идти туда, на пляж, где спасатели имеются. Больше мы не будем купаться в данных местах, будем купаться где безопасно. Профилактические рейды на водоемах сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с полицейскими будут организовывать до конца летнего сезона. К слову, купание на несанкционированных пляжах влечет административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Кирилл Потемкин, Михаил Казначеев, Служба новостей.